Когда я говорю о гепатайонных зонах, обязательно что-то случается. Сегодня у меня уже дважды отключался фотоаппарат, когда я говорил про это. И вот третье включение. Пусть будет тогда третья серия. Итак, я в годы перестройки, в годы мышления, в годы новых веяний, в годы гласности. А чего вот кошка сюда села? Нарочно что ли? Вот всегда что-то не так, когда я начинаю о таинственных вещах говорить. Прогнать неудобно. Ты чего сидишь? Ну ладно, пусть сидит. Как-то даже что-то чувствую. Они самые близкие к этому, к миру непонятному. Тогда я продолжаю. Кошка ушла. Села, но рядом. Итак, однажды я купил книгу, называется «Смерть в вашем доме». Когда я посмотрел, что целые квартиры, целые подъезды, целые дома находятся в гепатайонных зонах, потом я в этом убедился. Вот. И что миллионы людей требуют переселения. Существует специальная программа в... После этого я еще раз делал рамки. Вот такие вот. Хитрого ничего тут нету. Вот. Ничего хитрого нету. И тогда я пошел по квартирам. Пошел по квартирам, дал объявление в газете и начал... У кого есть проблемы, мне нужна эта. Практика, а вам нужна помощь. Значит, я перемерил достаточное количество квартир. Не нашел я ничего. Только в одной квартире, в Черемушках, меня туда вызвонили. Человек болеет. Я ходил-ходил, ничего не нашел. Редкий случай, когда связи нету, связи между организмом человека и нахождением в гепатайонной зоне, только в одном случае я не обнаружил. В остальных случаях обнаружил. Я понял, что это серьезная вещь. То, чем я начал заниматься. Вот. Я потом напечатал статью в газете, которая называлась «Огни Саян». Тогда так называлась. Она была очень популярна, потому что не было интернета. И тогда я получил звонок. Там был мой адрес и мой телефон. Я никогда ничего не скрывал. Что же кошке надо-то? А может, просто есть хочется? А? Вот, просто есть хочется. И тогда, значит, я услышал звонок. Валерий Константинович, хотите, мы покажем, я вам покажу, карту геопатогенных зон Савиногорска. Ребята, я про это все рассказывал, реакции не было. Поэтому про все годы, а теперь этих просмотров не прибавляется, значит, надо повторять целиком. И вот я повторяю целиком. Я прихожу в... Говорит, куда я пришел. А, ее нет живых. Я пришел геодезистом. Ну, на дверях было написано. Вот. Познакомился. Мне открывают карту. Карта была сделана до стройки Савиногорска. Вот. И там были два цвета. Обычные, и там, где геопатогенные зоны, это были большие-большие пространства, в которые попадали целые дома и даже полмикрорайона. Я пришел в ужас. Мои эти подтверждались, потому что я сам жил в геопатогенной зоне. Вот. Микрорайон номер 3, квартира номер... Нет, дом номер 7, квартира номер 51. Можете сейчас пойти померить. Там у меня, наверное, тресолик домовой жил. Я его потом перевез к себе. Ну, когда я такие вещи говорю, вот, начинают думать, что у меня сошел с ума. А мы живем просто в мире, где... Как слепые котята, ничего не видим. А мне судьба дала видеть это. Так вот, геопатогенные зоны... Да уходи ты сейчас, ты меня нарушишь. О, уселся. Уходи, все, уходи. Наверное, жрать хочется. Не пришел на кормежку? Так. Это меня отвлекает. Значит, ну, про этих, будем, кстати, я бы не говорил про домового. Хотя это отдельная история. А карту я изучил и сказал волшебные слова. Дайте мне перефотографировать. Ваша карта, она имеет определенную ценность, огромную ценность. Но что я вижу? Я вижу, что дома строили не вдоль геопатогенных зонок. Не так, чтобы места хватало. А микрорайон за микрорайоном строили таким образом, что они пересекали полдома, треть дома, весь дом в геопатогенной зоне. То есть, ее делали зря. Но самое меня, что шокировало, удивило, необыкновенно, что она, в принципе, вообще, эта карта существует. А как мерили-то? Я рамками. А они чем? Значит, существуют приборы? А? И тогда я, когда я все это уже... После этого я, она... Фотографировать категорически меня тут же уволят. Сейчас человека нет в живых, ее уже уволить невозможно. Итак, где-то в этом здании, где существует, в том числе, кабинет подписанный геодезистой. Вот если он так все сохранилось, там есть карта. Теперь, значит, через несколько лет вдруг до меня дошло. Я говорю, а давайте, это... Покажите мне тайком пояснительную записку. Мне нужно знать, какие приборы, как мерили, в каких единицах. Вот. Ответ был такой. Вы сейчас упадете со стула. Карта хранится в кабинете начальника в сейфе. Первое. Доступа к ней нет, ее никому не показывают. Второе. И, наконец, третье. Все, кто открывает эту карту, со всеми случается несчастье. Ребята, клянусь Богом. Меня эта фраза больше всего поразила. Я говорю, я все равно хочу. Нет, меня уволят. Поэтому... Ну, слова... Почему, глядя в карту, пояснительную записку, человеку должно в неприятности быть? Вот так вот. Вот и приехали. Вот тебе это. Кругом какая-то таинственность. И потом меня удивляет, что это касается именно нахождения людей, где подогенозония. Недавно умер мой прекрасный друг из Саиногорска, самый близкий друг Саиногорска. Жил в соседнем подъезде. Уже после тяжелой болезни, раковой болезни, желудка я померил поздно. Прямо спал ровно на ней. Вот. Помню, как мы с его женой передвигали диван. А что толку? Опоздали, человек умер. Вот. И тогда я еще не решился продолжить эту тему. Решился я только вчера. Я везу свою помощницу. Вы, наверное, знаете. Юлю. Видите, все в открытую. Вот. Можете позвонить Юле и сказать, был такой разговор? Я не стану ее подговорить. И вот мы проезжаем перекресток. Она говорит, осторожно. Здесь я видел, что сама машина стояла на крыше. То есть колесами кверху. Я говорю, Юля, дорогая, на моих глазах на этом перекрестке две, байте, самые, женщины, две девушки на иномарках столкнулись лоб в лоб. Я говорю, ты мне говоришь, а я тебе вот говорю. А еще, когда они столкнулись лоб в лоб, рядом была мастерская. Так. И там стояла моя машина в мастерской. Мы, когда случился удар, когда две девушки столкнулись, он выходит оттуда, посмотрел. И знаете, что он сказал? Глядь, этот самый, механик, слесарь, как он там? Да вы знаете, что они тут постоянно бьются. Это было не все. Вы что думаете? Я не взял такую рамку? Я железу. Я не взял такую рамку. Я не пошел, не сел за руль и не проехал этот перекресток. Чистая геопатогенная зона. Уже то, что я сказал, после того, когда я очень звучное название дам этому фильму, все на ушах должны встать. И мерить, и мерить. На дороге между Саиногорском и, ну там километров 10, там стоит стела, Саиногорск. Вот. И там стоит, я сколько раз говорил, восстановите хотя бы эти, осторожно, опасный участок. А люди не останавливаются, дорога-то ровная, никто не понимает смысла. А сколько там аварий было? Там не просто зона, там смертельная зона. И опять никому не надо. Да что это такое, а? Да когда же это наконец-то придет? А, все придели. Вот. Последний случай. Я сталкиваюсь, я так не померил это, надо померить. Там на объездной дороге, где там улица заводская. Я там, меня пересекал, это было год назад. Мне пересек путь, выезжая сбоку, и в это самое, подставил, я врезался в него, ехал по основной дороге. Он не тормозил, как будто меня не видел, а выезжал на перекресток, поперек, не перекресток, просто поперек. Вот он не стал спорить, он не стал оправдываться, он признал себя виновным. И пока комиссар, сейчас оказывается простыми случаями нету этих, жертв нету, травм нету, простые случаи, какой-то комиссар. Тут же приехал комиссар вместо этих самых, вместо МВД, и взял, пока он фотографировал, что-то там мы подписывались с этим товарищем. Вдруг в брак звонок, он говорит, три машины столкнулись, и рассказывает то самое место, где это, где тот знак. Ну, правда, был потом разговор, я говорю, я все это хорошо знаю, давайте, если вам это интересно, давайте я вас туда свожу рамками по мере, может быть, вы какое-то окажете воздействие, вы все-таки комиссар. Да, да, потом звоните, я освобожусь, вот вам телефон. Вот, значит, я несколько раз звонил, телефон или молчит, или занят. Так мы и не съездили, и лишний раз задокументировать не удалось. Вот так вот, вот два места, которые я прекрасно знаю, где машины на ушах стоят. Вот, обидно. А потом, значит, еще у меня где-то есть фотография, еще несколько случаев на этой же трассе, там, где как раз вот это вот объявление, осторожно, опасная зона. Вот, надо заканчивать этот разговор. Как заканчивать? Кто, когда, почему, я знаю, почему не это самое, с как-то брезгливостью от этих проблем открещивается. На дорогах гибнут тысячи тысячи людей из-за геопатогенных зон. Вы что, не знаете, что есть дороги смерти? Вы не знаете, что они хорошо видны без нас, без знаков? Там подряд стоят эти памятные знаки, типа памятников о том, что здесь погибли люди. Вы наберите в интернете, дорога смерти. Почему все молчат? Как это случилось, что самое ответственное? Кому это надо? А может кто-то не дает нам говорить на эту тему? Мне всегда неприятно, что случается, когда я говорю. Один раз, когда я рассказывал про вещи, которые я сейчас боюсь рассказывать. Вот. Что-то уснул, просыпаюсь. Я слышу ночью, шлеп, так упал с таким звуком. Включая свет, смотрю, лежит, как это называется, упаковка с лекарствами, с таблетками. Прямо посреди комнаты. Да так демонстративно. Хватит, хочешь неприятности. Заболеть, помереть. Замолкай. Я единственный, где не... Про те случаи, особые случаи, про общение с тем миром, я замолкал, кажется, навсегда. Вот. Пребреждение было не одно. А вот здесь-то, здесь, здесь, друзья, я не могу молчать. Я гражданин России, я гражданин планеты. Я знаю больше, чем знают многие. Я умею владеть рамками. Вот. Я могу на трассе в несколько тысяч километров найти все зоны. Мы вымирающее племя. Мы городские сумасшедшие. Мы биолокатовщики. Нас и меньше, и меньше. У нас, знаете, еще почему меньше? Большое биополе не могут обладать люди, выросшие из памперсов. Поняли? Вот. Перегрев яичек приводит к тому, что люди рождаются средних и низких способностей. Вот. И в умственном плане, и в физическом. И скоро рамками никто владеть не сможет. Пока мы еще есть, дайте нам задание. Создайте специальную службу. Включите специальную комиссию. Я в отделе говорю. Включите в эти комиссии сотрудников МВД и ГБДД. У них есть своя статистика, где погибли люди. Они же показывают это все на карте. А у нас своя статистика. Совпало. Ставим уже не предупредительный плакат, а запретительный. Помните мой плакат? Я надеюсь, здесь, в этом месте я попрошу, кто будет монтировать фильм, вставить этот плакат. Я его придумал, а Андрей Денисенко талантливый компьютерщик его изобразил. Очень жуткий плакат. Вот череп скрещенной кости, ограничение 40 километров и так далее. Вот, друзья. Я опять вынужден говорить. Старые фильмы, двух, трех, пятигодичные, забыты. Забыты. Вот. Ну, потом еще что так. В четвертом фильме какие-то советы еще дам. Мы уже научились рамки вот эти делать. Научились ими работать. Вот. И тогда, тогда вы можете помочь себе и своей семье. Ну, хотя бы. Ну, хотя бы. Посмотрите, померяйте, какая-то, с рамками кровать. Не обязательно. Можно плохо себя чувствовать. Бывают не совсем смертельные гепатогенные зоны, а полусмертельные. Не совсем чистые, а древноватые, скажем так. Вот. Научитесь ими пользоваться. Вы поможете своим родственникам. Если, не дай бог, кто-то болеет особенно. Тут вообще нужно сразу. Болеет человек, переставляйте кровать, даже не задумывайте. Вот. Сейчас я подзаряжу, еще расскажу. Наверное, вернемся в сад, все-таки я садовод. Я достаточно сказал, чтобы испугать хотя бы тех, кто живет в гепатогенной зоне, болеет, умирает. Кто садит деревья, а потом всю жизнь их прыскает, мучает, доказывает. Люди ничего не понимают в этом деле. Может, это будет четвертая серия. Вернусь в сад. А пока, пока благодарю за внимание. Учитесь работать рамками. Это спасет. Вот. Учитесь. Это спасет вас и вашу семью. Хотя бы себя. Потом можете выйти на просторы села, города. Вот. Так же, как я это делал. Я давал объявления. Я ходил по этим. У меня набралась статистика. Я знаю, что говорю. Вот. Я не болтун. Просто, почему наука это не воспринимает? Кто им мог запретить? Почему? Почему это такое нужное дело не это, не освещается? Почему никто не спасает людей, которые живут геопатогенных зонах? Почему продолжают дома строить у них? Вот. Но ведь это факт, что есть. Ведь вряд ли они уничтожили эту карту. Да, я дважды рассказывал вам. Вы думаете, кто-то спохватился, позвонил Саяногорд, сказал, там железо что-то это раскрывает тайны. Вот. Быстренько найдите в этом самом карту в этом здании, где находятся геодезисты. Вот. Быстренько найдите и уничтожьте ее. Так, может быть так, а может не так. Почему ее скрывают? Почему ее нельзя увидеть, сфотографировать? Почему нельзя поговорить? А я скажу почему. Сейчас, да, когда понастроены десятки домов, ой, какие десятки, сотни домов в геопатогенных зонах, когда, несмотря на карту, лепили дома пятиэтажки, девятиэтажки, вот, лепили, детские садики, школу, лепили, не глядя, есть зоны, нет зоны, теперь-то что? Ладно это, ну, человек может убедиться, что из одной комнаты поставить стол в другую, где он работает, кровать третью, если у него трехкомнатная квартира, он может решить вопрос не выезжая, а где целый подъезд в геопатогенной зоне. Вот поэтому все и молчат. Куда людей девать, если вдруг кто-то возьмет на всю страну, скажет, караул, смерть в вашем доме, как это, так и заглавлена была книга немецкого автора. Вот. И тогда паника поднимется. Так вот почему мы болеем. Все. Вот. Я сказал свое слово. Знаю, что пустое, знаю, что никто после этого не шевельнется. Даже, даже если это все, пока это не будет на уровне России, пока не будет, не прозвучат те же мои фильмы, или мои, или мне подобного. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok